Русская земля С непростого времени у нас есть возможность пообщаться вживую, без ютуба, так сказать. Услышать здесь первый путь, что происходит в селекции. С нами сегодня Александр Николаевич Боровик. Есть представлены самые новейшие сорта, которые сейчас находятся в производстве. И те, которые мы рекомендуем, чтобы вы обратили на них внимание. И в скором времени они у вас могут появиться на ваших полях и радовать вас высокими урожаями и высоким качеством зерна. Значит, первый сорт, который хотелось бы представить, это сорт Таня. Он один из самых наших, можно сказать, почетных сортов. Имеет уже историю более 15 лет. Современные сорта редко так долго живут. Обычно 5-6 лет и на смену приходит другой новый сорт. Потому что появляются новые расы болезней, новые вредители. Появляются более урожайные сорта. Но сорт Таня получился таким замечательным, что надолго задержался в производстве. И до сих пор входит в тройку лидеров по площадям возделывания. И во многом благодаря тому, что он получен от скрещивания межвидового третикали и пшеницы, унаследовал в третикали очень мощную корневую систему, отличается очень мощной аттракцией, очень мощной регенерационной восстановительной способностью. И в прошлом году, когда были сильнейшие заморозки, когда была засуха, сорт Таня, так же, как и все остальные, сильно подмерзал. Но лучше других восстановился. И по результатам уборки показал замечательные результаты. Поэтому он до сих пор не сходит с ареной и будет продолжаться возделываться на полях нашего региона. Здесь сев проводили мы 5-го, 10-го. До посева почва три раза дисковалась. И между этими дискованиями два раза прикатывалась. Посеять было очень сложно. Все вы знаете условия прошлой осени. Соответственно, такие условия посева. До посева были внесены аммофос 150 килограмм пассивным комплексом. Поперек участка. Это касается и до посева пассивным комплексом внесены сложные удобрения. 150 килограмм на гектар. На глубину 7 сантиметров. Далее произведем посев с селкой обычной. Обычная селка. Сезешка. В междуряде 15 сантиметров. Далее, что мы делали. Мы очень-очень долго ждали всходов. Мы так их не получили. Всходы мы получили только в январе. Соответственно, весной, в надежде на то, что как-то надо вам что-то показать сегодня. Может завтра, да. Мы внесли селитры 100 килограмм померзла талой, когда у нас только-только появлялись входы в начале марта. Потом добавили еще 100 килограмм селитры. Далее был внесен касс 80 килограмм на гектар. Вот это и есть технология питания. Значит, это сорт, если мы можем сказать, что про гром, он может просить некоторые ошибки. Вот если вы посеете у 5-6-7 миллионов, он не поляжет гром. Просто вы лишние земли, семена закопаете. Потому что он очень устойчив по леганию, низкорослый. Но здесь сорт гораздо стебельный. Он хорошо вытягивается в высоту. И он очень сильно кустится. У него очень мощное продуктивное кущение. Поэтому мы его рекомендуем в оптимальные сроки сеять 3-3,5 миллиона. У него мощное весеннее кущение. Если вы сразу посеете его 5-6-7 миллионов, то фактически или просто потеряете тонны 2 урожайности, или можете вообще вылечиться урожайности. Потому что потом будет полигание, вытягивание, болезни и много-много проблем. Поэтому сорт, скажем, с более тонкими настройками. Его нельзя сеять слишком рано. Потому что он, опять же, сильно будет куститься, перекуститься. Его нужно сеять в середине, в конце оптимальных сроков. Его, как и все остальные сорта, нельзя сеять слишком глубоко. Но не любят все сорта закапывания на штык лопаты. Поэтому вы должны прекрасно понимать, 3-4 сантиметра для всех сортов лучшая глубина. И этот сорт ни в коем случае нельзя сеять большими нормами высева. Несмотря на то, что он узколистный, но он очень сильно кустится. У него, видите, очень крупный колос. Этих колосев очень много за счет очень мощного кущения. Поэтому если вы сразу загустите его сильно, вы сразу потеряете его урожайности. Будет более высокий массив. Растения начнут конкурировать за свет. Им будет сильнее вытягиваться. Будет тоньше солома. Больше будет болезни. Хуже будет качество. Будет сильнее полигание. И все это неизбежные потери. Поэтому здесь норма высева 4 миллиона. Ну так сложилось, что получилось, что это фактически весенние всходы. А вообще в оптимальные сроки сейва он уже сеет 3-3,5 миллиона, не больше. Это то есть аксорт Алексеевич. В тройку лидеров по площадям возделывания. Причем райнирован уже по многим регионам. И по серо-кавказскому, по нижневолжскому, по центрально-черноземному. И в этом году была расширена на средневолжске еще. Сорт один из самых низкорослых. Очень экономичный. Очень хорошо использует азот. Он, как говорится, не красуется. Не делает очень крупный размер колоса. Не делает очень красивый крупный лист. Вроде бы сорт внешне не бросается в глаза. Но здесь очень большое количество колосьев. И обратите внимание, даже в самом-самом маленьком колоске, который находится в самом нижнем ярусе, будет полноценное крупное зерно. Пускай их там будет немного зерен, но они будут крупные и полноценные. Поэтому в сумме получается очень высокий урожай. Натура у этого сорта очень высокая. Может достигать 840-850 граммов на литр. Если будете хорошо кормить, этот сорт будет давать и сильную пшеницу, потому что хорошо дает накопление белка, но для этого нужно дополнительное питание, обязательные вторые подкормки и внекорневые подкормки. Необходимо отметить, что чем ниже сорт по высоте, чем он устойчиво по лигранию, тем у него короче калиоптели. Поэтому вы должны запомнить, что нельзя сеять низкорослые сорта. Вообще никакие сорта не любят глубокую заделку семян. Если вы посеете на 5-6-7 сантиметров в надежде достать воду, то фактически семена, если их зайдут, потом они будут сильно ослаблены. У них не будет силы, как говорится, закладывать узел кущения. А если она не заложена, то в самой поверхности очень слабый. Самая лучшая заделка, глубина, может быть, там воды нет на данный момент, но вы должны сеять на 2-3 сантиметра, но максимум 4. Тогда будет максимальный урожай и будет максимальный узел кущения. Так, еще серия географических названий. Сорт Еланчик, это уже речка у вас по югу Ростовской области, в районе Неклиновской. Да, все замечательно, знаете. Да, замечательно. Сорт средне-ранний. Значит, изначально даже наш селекционер, я думаю, что он ультра-скороспелый. Нет, конечно, он очень крупный колос, он скороспелый, но не ультра-скороспелый, потому что сейчас появились сорта еще более скороспелый. Поэтому это средне-ранний, ранне-спелый сорт. Очень морозостойкий, очень качественный сорт. Это сильная пшеница. В принципе, допускается провозил они по кукурузе на зерно. Неплохо себе показывают на пропышных предшественниках, но все скороспелые сорта требуют действительно высокого агрофона. Эти сорта не следует сеять, как говорится, на поздней соки сева, и не следует надеяться на то, что они там будут урожай, пока почва прогреется, когда появятся дезертификационные процессы. Эти сорта только для поздней спелых сортов, они могут дождаться прогрева почвы. Все скороспелые сорта нужно кормить интенсивно, вовремя и много. Поэтому сорт очень урожайный, в последние годы себя хорошо зарекомендовал. И в прошлом году в засухе, и в прошлом особенно, когда такой сильной засухи не было, давало 70-80 центеров, и пользуется заслуженным спросом именно в вашей зоне, Юго-Ростовской области, в том же Неклиновском районе. Ну и повсеместно также успешно районировано, внедряется в центральной черноземной полосе, где есть необходимость раньше убирать пшеницу, потому что они сначала начинают убирать пшеницу, потом заходят на яровой ячмень, который у них пивоваренный, более дороже стоит. Им нужны какие-то сорта пшеницы, чтобы успеть раньше ячменя убрать, и чтобы она потом не проросла на корню от дождей, если вдруг дождей пойдут во время уборки. Поэтому сорт хорошо себя чувствует во время засухи, потому что от этой засухи уходят. Но потенциал продуктивности у него очень хороший, крупный продуктивный колос, крупное зерно, высокая морозостойкость. Вот здесь short flash. По-английски это входит вроде молния, вспышка. Получается, это ультраскороспелый сорт. В наших условиях Краснодара он созревает в районе 15 июня обычно. Сегодня у него уже получается 11 число, но в средний год через неделю бы он созрел. Но в этом году поздняя весна, влажная, холодная, поэтому он созреет, наверное, чуть позже. Здесь он тоже созреет самый первый. Обычно для скороспелых сортов нет большой кущения. Они врут вперед и не могут сформировать нормальность стеблистой. Этот сорт отличается и хорошим кущением, ко всему прочему. Он низкоростный, видите, какой низенький. Полуменно очень низенький, устойчивость по ляганию хорошая. Это сильная пшеница. Она получена от скрещивания всех сортов с очень высоким качеством. Тут присутствует твердо, словно жарозерная пшеница, сорт Шарада. От жарозерной пшеницы дали очень высокий белок. Поэтому сорт Флэш на высоком агрофоне приближается по урожайности к сорту Таня. Когда мы его передавали в нескольких сортовых опытах по люцерне, по эспорцету, по хорошо удобренной кукурузе, он давал урожайность как сорт Таня. Буквально на полтора центра уступал сорт Таня при уровне урожайности 78 центров. Но он превосходит сорт Таня на 2% по содержанию белка. И созревает на 10 дней раньше, чем сорт Таня. Морозостойкость у него хорошая. На уровне сорт Таня даже может быть выше. Но не выше, чем угроза. Бумба названия какой-то волшебной страны в Калмыкии, в калмыцком эпосе. И вот автор Геннадий Мичнабуков, селекционер по зимостойкости, назвал в честь, как говорится, в надежде, что этот сорт приведет вас в чудесные края, где полные, говорится, крама хлеба, карманы денег. Поэтому смотрите на этот сорт. У него хорошая скороспелость, хорошая морозостойкость, очень крупный продуктивный коз. Видите, какая хорошая регенерационная способность. Я думаю, по потенциалу продуктивности он будет здесь один из лидера. Значит, сорт классика. Очень интересный сорт, как раз один из... Он также районирован сейчас с прошлого года по трем регионам, по Северо-Кавказскому, Нижневолосскому и Центрально-Чернозерному. Имеет очень крупный продуктивный коз. Видите, для весенних всходов, как он себя хорошо показывает. История его селекции очень длительна. Автор Федор Алексеевич Колесников, что и автор Юки, автор Антонины, автор Дублета, автор Этноса, ну вот Купавы, кто помнит. Он любил очень крупно колоссовые сорта, очень, как говорится, мощные корневосистемные, адаптивные. Это ученик Лукьяненко, Федор Алексеевич Колесников. Так вот, к сожалению, он уже ушел из жизни. Это последний его сорт, который он передал, как завершение всей жизни. Действительно, сорт получился замечательным. Он сочетает очень высокую морозостойкость, очень хорошую засухоустойчивость. Это сильная пшеница. Очень неприхотливое сделание. Видите, как для обрисения к соде, какая вот масса стоит. Это среднеспелый сорт с очень крупным колоссом. Мы делаем гибридизацию, чтобы летом больше было времени для встречи с вами, для работы в поле. Теперь в теплицах, в фитотроне. Высаживаем рассадой пшеницу, как говорится, в теплице. И уже в январе она цветет. Мы делаем гибриды. Так вот, я заметил, только этот колосс в условиях теплицы смог дать 25 колосков в колоссе. Вы представляете, какой размер длинный колосс? Очень продуктивный, потенциал огромнейший. Значит, сорт замечательный себя чувствует на среднем агрофоне. Многим даст фору вперед. Поэтому для среднего, ниже среднего агрофона, для поздних сроков сева очень морозостойкий. В прошлом году в условиях Калмыкии, когда была жесточайшая засуха, там, конечно, цифры вам ничего не скажут, но он дал в районе 28 центнеров, когда было, ну, просто другие сорта, еле давали 10-15. Понимаете? Я сам поразился, насколько там, насколько у него высокая засухоустойчивость, неприхотливость. У этого сорта, действительно, как и цифра, и потенциал урожайности приближается к 150 центнерам. Потому что очень хорошая кустистость, посмотрите, при весенних сходах, фактически, очень хорошо раскустилась. Крупный продуктивный колосс. Причем, это сорт средний-поздний. И причем его засухоустойчивость, несмотря, его, как говорится, позднеспелость, доказана и проверена. Буквально сам два года назад был в Вишневском, на Днеполе. И сам уже сам смотрел, потому что начинали с суховеи, и уже скороспелые сота, уже желтели, уже полный колосс был. Это фактически только-только зерно завязалось. Я думал, ну, все, воды уже не хватит катастрофически, жара, ветер дует, все. Когда посмотрели, урожайный, сам Тарос Степанович, вот, Кармановый океан, говорит, посмотрите, самый высокий урожай. По такую жару, в такую засуху она смогла все это выдержать. Действительно, сорт уникальный по потенциалу продуктивности. Превосходит сорт, Алексеевич, по стабильности, по урожайности именно в экстремальных условиях. И он немножко более позднеспелый, потому что, если Алексеевич позиционируется как среднеспелый, то тем не менее, только среди и поздний. Но при этом хорошая засухустойчивость. Это сильная пшеница, высоконатурное зерно, темно-красное. Натура приближается к 840-850. Отличная, как говорится, поэтому показательных вопросов нет. Хорошая морозостойкость. Также и районирован по трем регионам, что говорит о высокой адаптивности. Это и Нижневорский, и Северокавказский, и Центрально-Черноземный курс. Белгород сейчас с удовольствием сеет этот сорт. Это один из первых среднепоздних сортов, который был создан за последние годы. И в какой-то момент так сложилось, что были только скороспелые и раннеспелые сорта. Не хватало среднепоздних сортов. Был запрос социальный. И поэтому был создан сорт Юка, который на тот момент являлся одним из самых позднеспелых сортов. И многие огороды пугались. Потому что уже начиналась уборка, скороспелые сорта уже убирались во всю. А сорт Юка еще стоял зеленый. Мы думали, что он будет подвержен запалу, захвату, не успеет налить нормально. Но обладает хорошей заскоустойчивостью. И поэтому в конце уборки уже повсеместно убирался и с хорошей массой тысячи, с хорошей натурой. Причем этот среднепоздний сорт обычно имеют, они все более крупный колос. У них гораздо больше потенциал продуктивности. Но просто в наших условиях климатических не всегда получается его полностью выявить. Потому что у нас бывает нехватка влаги, как в прошлом году, засуха. И поэтому среднепоздние сорта страдают. Но если в этом году, даст Бог, такая прохладная весна и лето продолжится, то именно среднепоздние сорта будут иметь максимальный потенциал продуктивности. Потому что у них больше зерен в колости. И сейчас этот сорт переживает ренессанс. Фактически он уже на юге сеется давно. Но сейчас Паша поступил в центральную полосу России. С успехом сеется в Нижневолжском, Средневолжском регионе, в Центральной Черноземном. В Курске, Белгороде на нем получают 100 центров зерна с гектара. Потому что там более мягкий налив, более прохладное лето. И есть время для налива этого крупного колоса. Здесь вы видите, что пшеница до сих пор еще цветет. Она, конечно, запаздывает с развитием, потому что сходы были получены весной. Сорт Юка, а также как сорт Таня, напускается для возделания по кукурузе на зерно. Он умеренно восприимчив к фузариозу, что также делает ему, кажется, более широкий спектр условий для возделывания. Поэтому сорт Юка, один из многих среднепоздних сортов, которые успешно возделываются в производстве. И в том числе и на юге Ростовской области. Именно агрономы Ростовской области, центральные полосы Ростовской области, просили именно его нам необходимы семена. Потому что он там превосходит даже такие высокорожайные сорта, как Гром. Поэтому именно по специальному заказу сорт Лавриат проводится еще семеноводство. И в прошлом году, даже в этих условиях Ростовской области, вот именно здесь, в воздушных условиях он дал урожайность в районе 70 центнеров, 19 гектаров. Когда другие сорта давали 40-45, помните, прошлогоднюю засуху. Поэтому очень засухоустойчивый сорт. Очень, кажется, неприхотливый, морозостойкий, продуктивный. Именно для острозасушливых условий, для бедных почв, для среднего агрофона. Мы будем продолжать тему сейчас гороха, потому что Станислав также сказал, что эта стратегическая культура, являясь лучшим предшественником для азимных зерновых культур, мы занимаемся горохами. И задача у нас обеспечить на горохе максимальную чистоту полей. Для этого надо правильно подбирать гербициды и, соответственно, вовремя их применять. Здесь несколько слов я скажу о том, как мы проводим эти опыты. Мы приобрели селку мелкоделяночную компанию «Бинкельштайгер» порционного типа, которая нам обеспечит качество посева. Именно той нормы, которую мы хотим, и на ту площадь, которая необходима. Также в этом году мы сумели все-таки сконструировать опрыскиватель ранцевый штангового типа, который нам обеспечит качество внесения средств защиты растений, такое же, как и на опрыскивателе в производстве. И только после такой вооруженности мы начали проводить опыты с средствами защиты растений. Высота растений гороха в данном варианте должна составлять 80-85 сантиметров. Далее мы смотрим на сорняки. Делянки расположены таким образом, чтобы можно было между делянками посмотреть сорняки в чистоте без культурных растений. Мы советуем все-таки применять больше заблаговременно, чтобы обезопасить себя от таких погодных, так сказать, аномалий. Как известно, есть нанесение действующего вещества, то есть качество протравления, а есть еще равномерность. Да, и вот это устройство. Да, и вот это устройство.